МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это программа «Будьте здоровы» и я, Екатерина Горохова. Смотрите в этом выпуске. Помощь в небе. Тюменский врач в третий раз спасает людей во время полета. Уникальные технологии. В Медгороде применяют новый метод в лечении меланомы кожи. Менингококковая инфекция. Что это такое и как защититься? Пение, танцы и рисование снижают уровень стресса и повышают иммунитет. Ученые проанализировали данные более трех тысяч исследований и пришли к выводу, что любые творческие занятия очень полезны для здоровья. При этом, чем в более раннем возрасте начинается знакомство с искусством, тем лучше. Другие новости в нашем обзоре. Прививку от гриппа сделали 55 миллионов россиян. Это 38% населения. Такое же соотношение и в Тюменской области. В Министерстве здравоохранения прогнозируют рост заболеваемости в декабре. Еще есть время для профилактики. Установлен источник гавской болезни в Заболоте. Клинические исследования подтвердили основное предположение. Зараженной является рыба из озера Андреевского, которая расположена возле деревни Ачиры Тобольского района. Вся рыба, выловленная из Андреевского, изъята у продавцов и уничтожена. Во всех торговых точках области усилен контроль за продажей рыбы. Новых случаев заболевания не зафиксировано. Тюменский врач спас человека на борту самолета. Во время полета одному из пассажиров рейса, следовавшего из областной столицы в Москву, стало плохо. У него резко упало давление, он потерял сознание. Сердечно-сосудистый хирург Тюменской областной клинической больницы номер один Дмитрий Хамутинин, который летел тем же рейсом вместе с коллегами, пришел на помощь пассажиру. Подошел, попросил сразу же аптечку, которая есть в арсенале самолетов, аэрофлотных, медикаменты. Сделал парню, периферический катетер поставил, капельницу наладил, инфузию растворов, ну и введение лекарств. Давление удалось стабилизировать. К слову, это уже третий случай, когда Дмитрий Хамутинин спасает людей во время полета. В медицинском городе по нацпроекту здравоохранения внедрили сразу два современных цифровых аппарата. Это магнитно-резонансный томограф. Стоит сказать, что раньше в медгороде не было возможности проведения МРТ. Около тысячи пациентов в год приходилось направлять в другие медицинские учреждения Тюмени. Теперь же, наоборот, людей будут направлять сюда. Еще один аппарат – это новый лучевой ускоритель. Он позволяет максимально точно проводить программы лучевого лечения с высокой скоростью. Теперь время терапии значительно сократится, а качество лечения пациентов повысится. Новый ускоритель лучше защищает здоровые ткани вокруг опухоли во время облучения. В Тюмени прошла акция «Белая трость», переуроченная к Международному дню слепых. Организаторы и волонтеры раздали листовки с напоминанием, как правильно взаимодействовать с теми, у кого инвалидность по зрению, слуху и нарушение опорно-двигательного аппарата. Информационные буклеты вручали водителям и кондукторам городского транспорта. Когда мы заходим в автобус, кондуктор не всегда знает, как правильно предложить помощь и начинает делать ошибки, разворачивать человека назад, садить, то есть слепого человека разворачивает и садит назад. И про колясочников тоже много вопросов встает. Серьезные нарушения зрения могут возникнуть внезапно. Если не оказать помощь, человеку грозит слепота. В 80% случаев ее можно было бы избежать, если бы пациенты вовремя получили необходимую терапию. В хирургическом отделении областного офтальмологического диспансера проводится весь спектр высокотехнологичных операций. Об этом наш репортаж из первых рук. Это высокотехнологичная операция на сетчатке. Витриоретинальная хирургия. На макулярной зоне была прооперирована эпиретинальная мембрана. Это центральная зона сетчатки, самые тончайшие слои, самые деликатные хирургия. Хирург должен обладать очень высокой квалификацией, знанием, опытом. И, естественно, наличие оборудования нового, новейшего инструментария позволяет все нам выполнять вот эти операции у нас. Витриоретинальная хирургия сделала большой скачок. То есть мы сейчас оперируем инструментами 27 гейджа. То есть это минимальные разрезы. То есть очень тончайший инструмент. Конечно, вся витриоретинальная хирургия 2-3 года назад проводилась только в условиях стационара. Да, но есть, конечно, патологии, которые и сейчас на данный момент могут только в стационаре. Но вот именно развитие техники, развитие опыта хирурга, какой-то новый навык приобретают хирурги, позволяет перевести это все на амбулаторные рельсы. Все эти операции выполняются у нас в хирургическом отделении в режиме хирургии одного дня, то есть амбулаторной хирургии. Со стороны, да, это может показаться болезненно. Нет, для пациента это все безболезненно. Операция выполняется под местной анестезией. Поэтому пациент чувствует себя комфортно на столе. После операции пациенты в этот же день отпускаются у нас домой. Витриоретинальная хирургия, ну, в год у нас в среднем выполняется 200-250 операций. Но почему такое количество? Это квотируемые операции, да, это дорогостоящее все лечение. Мы оперируем по выделенным федеральным квотам. Все операции витриоретинальные, они выполняются для пациента бесплатно, так как я сказал, выделяется федеральная квота. Тюменские врачи расширили применение метода биопсии сигнального узла. Теперь его используют не только при лечении рака молочных желез, но и при лечении меланомы кожи. Мы узнали подробности. Меланома – самый коварный вид онкозаболеваний, который атакует тюменцев. Может маскироваться под родинку или даже царапину, но главная ее опасность в быстром и раннем возникновении метастазов. Они проникают в кровеносную лимфатическую систему и разносятся по всему организму, повреждая другие органы. Чтобы вовремя их обнаружить, онкологи медицинского города и специалисты радиологического центра внедрили новую методику. Суть методики заключается в обнаружении лимфатического узла, который находится первым на пути тока лимфа от опухолевого образования. На данный момент мы используем препарат, единственный зарегистрирован в России – нанотоп. Врачи делают несколько инъекций радиофармпрепарата рядом с опухолью, затем проводят сканирование ногами камеры и выявляют зоны его повышенного накопления. На данный момент мы видим на мониторе место инъекции, это куда мы вчера пациентке ставили инъекцию данного радиофармпрепарата, и, соответственно, через час после исследования мы можем точно определить, где данный препарат в каком лимфатическом узле накопился, который мы отметили на кожной маркировке, и данный хирург сегодня удаляли именно вот этот лимфатический узел. Лимфатическая система здесь у нас по принципу елочки построена. Первичный лимфатический узел никак этот препарат мянуть не может. Соответственно, для нас доктора размечают, где он располагается, мы берем пациента на операцию и посредством гамма-файнера находим этот узел, подтверждаем, что это непосредственно он, отправляем на гистологическое исследование. Если лимфоузел не поражен раковыми клетками, то врачи могут быть уверены в том, что пациент радикально пролечен. Если ситуация противоположная, то действия специалистов кардинально поменяются. Пациенту проведут необходимое лечение, которое предотвратит развитие метастазов и повреждения других органов. Если эта ситуация уже проявила себя, мы не теряем пациенту вот эти, ну, несколько бывает, там, десятков дней, может, какие-то небольшие месяцы, что мы можем заранее начать лекарственную терапию. Мы понимаем, что процесс уже распространенный, что хирургически мы уже не успели его излечить первично, и мы уже начинаем лекарственную терапию, так сказать, заранее. Раньше методика проводилась только в федеральных центрах России, но теперь она стала доступна и для тюменских пациентов. В детстве нам говорили, не ходи без шапки, менингит заработаешь. Правда это? Или страшилки, которыми родители пугают непослушных детей? И что это за болезнь такая, мы расспросили гостя нашей программы. Светлана Афанасьева, врач-инфекционист. Стаж работы 24 года. Заведующая детским отделением областной клинической инфекционной больницы. Заболевание, менингококковая инфекция, все-таки имеет сезонный характер, да? Правильно? Да, совершенно верно. Конечно, спорадические случаи, то есть единичные случаи, они регистрируются в течение всего года, но боли подвержены это сезонность осенне-зимняя. То есть с пиком заболеваемости все-таки декабрь, январь, февраль месяц. Менингококковая инфекция – одно из сложных заболеваний, которое проявляется в первую очередь головной болью, повышением температуры до высоких цифр, до таких как 39-40. И рвотой очень часто сопровождается. Поэтому любое заболевание, начинающееся с повышением температуры и головной боли, это как повод обратиться к специалисту. В детстве всем нам часто говорили, родители, не ходи без шапки, менингит схватишь. Есть ли связь между головным убором и этим заболеванием? Или это все-таки нас родители пугали, чтобы мы одевались теплее? Ну, как сказать, конечно, непосредственно прямой связи, что именно заболеешь менингококковой инфекцией или менингитом, здесь напрямую нет. Но, тем не менее, естественно, вы сами понимаете, что при хождении без головного убора есть риск заболевания какой-то вирусной инфекцией, в том числе и менингококковой инфекцией, которая может осложниться менингококковым менингитом и другими осложнениями. Менингококковая инфекция – какой имеет характер? Вирусной или бактериальной? Менингококковая инфекция – это бактериальная инфекция, вызывается непосредственно бактерией менингитидис. Бактерия неустойчива во внешней среде, поэтому риск, допустим, широкого распространения не так велик. Но очень сильно подвержены дети в основном до 5 лет, очень подвержены этому заболеванию подростки 17-18 лет, лица со сниженным иммунитетом, лица старше 60 лет и, конечно же, лица, которые находятся в организованных коллективах. То есть, допустим, в тех же закрытых учреждениях, как дома престарелых, детские дома, учебные, высшие учебные заведения, военные заведения, также школьники, детские сады. То есть, где большая скучность деток. Существует ли вакцина, которая снизит риск заболевания? Да, на сегодняшний день существует вакцина против менингококковой инфекции. К сожалению, она в обязательном порядке не входит в общий календарь прививок, но, тем не менее, она есть. Используется она чаще всего при каких-то эпидемических показаниях, когда есть какая-то вспышка, либо в эндемичных районах, где эта заболеваемость повышена. И также по желанию самих пациентов, ну или любых людей. У нас в Тюмени она доступна. В любой момент можно прийти и поставить. Есть ли какие-то противопоказания к этой вакцине? Противопоказания, конечно же, есть. Это острое заболевание в данный момент или какие-то очень тяжелые заболевания. Противопоказания определяет врач. Прежде чем ее поставить, надо все равно обратиться к врачу. Это во-первых. Во-вторых, она есть в доступности, но она, к сожалению, если сам по себе желаешь, она платная. Вакцинация есть, да, вакцина довольно-таки хорошая. Она не исключает самого заболевания, но она исключает тяжесть заболевания и риски каких-либо осложнений. Поэтому, в принципе, она важна. Какие еще есть меры профилактики заболевания? Ну, меры профилактики заболевания – это специфическая вакцинация, как мы с вами сказали, и не специфические методы, но это элементарные. То есть частое проветривание помещений, так как передается воздушно-капельным путем эта инфекция, ну и, конечно же, здоровый образ жизни. А у меня на этом все. Берегите себя и своих близких. И будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова